88 депутатов решили судьбу миллионов. Сегодня в Госдуме приняли в первом чтении закон, который полностью запрещает употребление алкоголя за рулем. Удивительно только, что в зале в момент голосования находились 88 человек вместо 450. Уравнение с неизвестными, решал Валентин Трушнин. Сегодня все средства массовой информации сообщили о том, что Государственная Дума запретила пить за рулем и отменила ранее разрешенные 0,3 промилле. Это не совсем точно. Такое решение действительно есть, но принимала его не Государственная Дума, а то, что от нее осталось после обеда. Дело в том, что на момент голосования в зале находилось всего 88 депутатов из 450. Вот так выглядит по-настоящему активная законотворческая работа. Один физически крепкий депутат за одно голосование успевает нажать 9 кнопок. Депутаты постарше отвечают за сектор поменьше. Если поделить число голосов на число присутствующих, получается, что один в среднем голосует за пятерых. Это основное место работы. За это депутат получает заработную плату. И только командировка, какое-то важное совещание, может быть болезнь, только это может являться уважительной причиной непосещения пленарного заседания. Чтобы избавиться от мертвых душ и заставить депутатов голосовать лично, достаточно принять поправку в регламент. Парламентская практика показывает, что такое решение можно принять за один день. Но пока с такой скоростью принимают другие законы, те, которые ежедневно требуют поправок. У нас из-за спешки, Олег Викторович, при всем уважении к руководству Единой России, в повестке 70% мы рассматриваем один и тот же вопрос под названием о внесении изменений. Может быть давайте мы не будем так торопиться применять эти законы, чтобы нам сократить повестку дня с 31 вопроса хотя бы до 5-7. Но обсудить их окончательно, основательно, фундаментально, чтобы не было потом правок с названием внесения изменений в тот закон, которым приняли еще вчера. Закон о допустимой дозе алкоголя один из тех, принятых быстро и без учета мнения оппозиции. Новый закон сегодня представил коллегам единоросс Александр Москалец. Он рассказал, сколько людей погибло из-за либеральной поправки, а на вопрос, кто же был автором того опасного закона, ответил. Честно признаюсь, просто не помню, кто был автор, но я не думаю, что мы этого человека сейчас будем убивать. Оказалось, что Москалец честно забыл, что он сам и продвигал закон два года назад, о чем ему тут же напомнили. Авторы были Васильев Владимир Абдуалиевич, Москалец Александр Петрович, Плейгин Владимир Николаевич. Проголосовало 314 человек за это, 314 депутатов. При этом должен вам сказать, что фракция КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР голосовали все против. Сегодня все проголосовали единогласно. На табло загорелась цифра «за» 449. Олег Морозов позволил себе пошутить по этому поводу. Сейчас будет единодушное голосование. Покажите результат. Ну кто-то один, видимо, вышел из зала. Кто-то вышел. Я знаю, кто вышел. Я сейчас скажу, кто вышел. Вы мне бросите, Грызлов. Грызлов голосует, как всегда. Валентин Трушнин, Максим Евдокимов, Владимир Судец.